Всем приветики! Хотел бы еще добавить к следующему видео то, что для победы над соседями нужно найти именно тот звук, который их бесит больше всего. Ну вот, согласитесь, нас всегда напрягают какие-то звуки. Именно звуки. Вот кому-то не нравится звук сверла, которым стену сверлят. Кому-то не нравится звук басов. Кто-то бесится от того, что комар всю ночь жужжит. И у каждого есть свой звук, который его бесит. Важно найти этот звук для ваших соседей. Тот, который будет бесить именно их. Очень сильно бесить. И продолжать его включать до тех пор, пока у них не кончится терпение. Пока у них нервы не накалятся до предела, и они не придут и не извинятся. Либо вообще не съедут. Это даже будет самый лучший вариант, чтобы они просто уехали и все на этом. Но следует понимать, что это не произойдет очень быстро. Нужно довольно-таки долго будет все это включать. То есть, ну вот, когда вы включите звук, не ждите, что они сразу... Что это сразу подействует? Нет. Они даже сразу не заметят его. Например, вот. Ну то есть, вот пройдет какое-то время, может, и недели, месяцы, и только тогда они обратят на это внимание. Вот даже на моем примере, когда они там вот бегали, там прыгали постоянно, сразу я даже на это внимание не обращал. Где-то вот месяц, там два, а ты даже особо не паришься. А вот когда уже проходит три, и там уже как-то начинаешь думать, что за ерунда там происходит. Побольше там четыре-пять, уже думаешь, блин, что-то как-то напрягает. Когда шесть-семь, у тебя уже это подбешивает реально. Когда больше там восемь, девять, десять, ну все, ты уже не хочешь терпеть, ты тоже хочешь как-то, как-то им чем-то ответить. В ответ, короче, погреметь, постучать, что-то такое. И тогда уже не жалеешь ни денег, ничего. Я в итоге на свои вот эти две колонки потратил где-то 250 долларов в целом. Ну да, 250 долларов. Плюс еще, если к этому добавить, там то, что я покупал, там вибродинамики, там усилители, когда я там все делал, баш-шейкер там, то где-то еще столько же выйдет. То есть это будет где-то 500-500 долларов вообще. Может быть даже и больше. Хотя мне это все вообще не надо. Вот, я это покупал только ради победы. Потому что, ну уже, уже все, уже не хотелось как-то терпеть все это дело. Вот, хотел что-то делать. А так оно мне не надо. И если бы не было такой ситуации, я бы лучше себе на эти деньги купил какой-нибудь телефон крутой. Но, как есть такие, есть такие дела. Кстати, ну вот насчет у них, вот этих вот, которые уехали. Блин. Это реально кайф, вот когда они уезжают. Это нереальные эмоции. Ты прямо в такой очереди радуешься, прямо тебя счастье распирает. Это крутые эмоции, их не передать со словами. Но самое интересное в этот момент, то, что вот, я когда все это работало, играло, я все время ждал, я все время ждал, что вот кто-нибудь там придет, что-то скажет там. Ну, они и так и не пришли, и так ничего не сказали. Я потом даже думал, может быть, они не слышат как-то это все. И, типа, ну, уже лихто не напрягает. Меня, меня было напрягало. Но я как-то даже вот, когда выходил там даже в подъезд, слышал, как играли басы. То есть, это было слышно. И им это по-любому было слышно. Но они не реагировали, не говорили ничего. Просто тупо терпели. То есть, прямо кремень были, как говорится. Но вода и камень точат. И, наконец-то, у их терпения была вытащена дырка. И они свалили. Вот. Такие дела. И они там, верхние вот эти вот жили надо мной, где-то целых два года. И это ж насколько нужно было их там учать музыкой. Что они просто решили уехать. Это ж какая жесть, как надо было. Как надо было. Надо есть музыка, чтобы они свалили. Хотя они уже здесь, за это время уже и обвыклись, и привыкли и к дому, и к месту, и к окружению. И вот, и взяли, и свалили. Честно говоря, хочется сказать, что звук это мощная сила на самом-то деле. Очень мощная. Так что, пользуйтесь Еве, это поможет по-любому. Просто разница во времени, как долго придется этим пользоваться. Ну вот, как-то так. На этом все. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,